Все инструменты, которые на чертогах разума мы используем, на самом деле их не так много. Это создание факт-карт как таковых, это создание внутренних стай, это тоже факт-карта немножко, но другого характера. И третье, создание концептуальной модели, состоящей из элементов, является единственным эффективным инструментарием, который может вас удерживать в здравомыслии, что бы у вас там ни происходило. Находитесь вы в влюбленности, в разводе, в измене, в болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока что-то не разлучит вас. Удерживать интеллектуальный процесс в состоянии, что вы способны решать те задачи, которые вы собираетесь решать, на самом деле очень мало инструментов. Значит, первый инструмент – это, как я вам сказал, факт-карта. Звучит пословато, конечно, если я подумал про это. Ну вот, да, значит, факт-карта. Почему? Значит, потому что, когда вы выносите на факт-карту интеллектуальные объекты, которые относятся к делу, вы, по сути дела, вынуждены себя удерживать в большом массиве информации. Потому что обычно, когда вы думаете, вы не составляете вот этого пространства фактов, а оперируете только, условно говоря, что в сознание попало, у сознания очень ограниченный ресурс удержания интеллектуальных объектов. То есть вы способны, по сути дела, удержать только три интеллектуальных объекта. Три интеллектуальных объекта, а в этот момент в дефолт-системе у вас, значит, там просто демонстрация, понимаете? Причем с погромами и, значит, такой драматурой. Кто выиграет? Три вот этих хилых объекта, дебет, кредит, понимаете, и что-то там еще, или вот это толпень. Выиграет толпень. Когда вы делаете факт-карту, создаете пространство, на котором много объектов, вы же их, по сути дела, в этот момент загружаете в дефолт-систему, и они борются и выгоняют вашу толпень, чтобы она временно, так сказать, пока вы не способны эти вопросы решать, а когда вы ходите на работе, вы не можете решать вопросы, связанные с вашими отношениями, переживаниями, драматургиями и прочее. Значит, вы будете, соответственно, вытеснять эту публику для того, чтобы создавать. Значит, если мы говорим про концептуальную модель, то она позволяет нам организовывать целенаправленное мышление. Значит, каким образом она позволяет нам это делать? Значит, она нам позволяет это делать следующим образом. Значит, что вы сейчас делаете на чертогах на самих занятиях? Значит, на самих занятиях я вас, как бы сказать, все время играю с вами в догонялки. Ну вот. Значит, ставлю вам перед какую-то задачу, вы идете ее решать, и я там... И все, что вы не могли сообразить. Потому что вы же все хотите получить с четкой определения, понятно, как действовать, что где-то куда бечь, сколько вешать в граммах и так далее. Наша задача как раз сознание отодвинуть и прочувствовать, что интеллектуальный процесс в нас происходит сам собой. Он не требует никаких, никакого содействия. Понимаете? И как только вы окажетесь в ситуации, что вам надо будет думать, вы начнете думать прекрасно. Проблема состоит в том, что в нашей жизни не надо думать. Понимаете? Зачем? Если можно все профилонить и нормально, как бы сказать, существовать. Вот. Поэтому, да. Значит, соответственно, что я делаю? Я пытаюсь сделать так, что когда вы пытаетесь своим сознательным нарративом что-то схватить, обозначить, спрятать и сказать, все понятно, значит, я в этот момент говорю, о, смотрите, что здесь есть. Значит, зачем это делать? Это делается за тем, чтобы вы почувствовали, что у вас происходит этот мыслительный процесс, и мы могли бы означать то, что происходит в рамках вашего мыслительного процесса. Вот концептуальная модель – это означение того, что происходит в вашем случае. Ну, например, какие у нас? Например, факт, да? Вот. Дал я вам определение факта? Нет, да? Вот. Зачем это сделано? Да, потому что как только мы дадим определение факта, значит, у нас замкнется сама на себя эта конструкция, потому что любое определение – это языковая игра, да, потому что там есть определение, это как уравнение, в котором вот там пишут там, факт – это, или вот там, я люблю это определение, мышление – тире – это познавательная деятельность человека, точка. Да? Вот что они сказали этим уравнением? Это чистая тавтология. Мышление – познавательная деятельность. Можете перестать, это не тире, это было равно, да? Вы можете перестать, познавательная деятельность человека – это мышление. Что такое познавательная деятельность? Это мышление. А что такое – это познавательная деятельность, да? Это классическая тавтология. Все определения строятся как классические тавтологии, да? Вот. И, да, и как только мы с вами определим факт, да, мы, соответственно, окажемся в тавтологии, нам будет все понятно. Какие у вас факты? Да? У нас факты такие-то, такие-то, такие-то. Что делать? Непонятно. Значит, наша задача – понять факт как нечто, что существует в реальности и что может быть понято разным образом, если мы наложим разные рамки, если мы используем разные содержательные в континуум, на которых мы растащим вот это содержание, которое мы обнаружили в реальности. То есть вы можете взять любой, условно говоря, любой факт. Ну вот, там, условно говоря, люди поругались у вас в отделе. Вы посмотрели на это, там факт, было существование какого-то драматайсинга. Значит, ну дальше, как обычно, факт – они поругались, все козлы, значит, это уже работать невозможно, микроклимат устроен плохой на предприятии. И вообще, что тогда, трудиться на нем, будем имитировать работу. Правда, все логично, понятно, здраво и так далее. Значит, но вы можете сказать, что случилась некая точка напряжения, которое вот что-то там произошло. Значит, дальше вы можете реконструировать, соответственно, что это происходящее значило для человека А, вступившего в это. Что это значило для человека Б, да? Как реагировали люди С, Д и Е, которые связаны с тем, из-за чего они, собственно говоря, устроили это все. То есть вы совершаете кучу действий вокруг события, да? И это событие для вас начинает проявляться. Вы начинаете его видеть только после того, как вы его посмотрели на этих разных, растянутых, как бы сказать, содержаниях, да? Потому что один человек содержание, другой человек содержание, Б и С содержание, производственный процесс, в рамках которого это происходило, тоже содержание. То есть вы в рамках каждой конфигурации можете увидеть, но реконструировав каждого из этих объектов, да, вы можете увидеть, а что на самом деле случилось. И как только вы увидите, что на самом деле случилось, вы знаете, что вам делать. Потому что наша задача мышления в том, чтобы менять реальность, и в ней что-то происходило. Просто на все повесить ярлыки и так далее, это не интеллектуальная деятельность, не мышление, да? Так и компьютер, он все берет и все обозначает, каждый, что бы ему ни попало, он присваивает ему что-то, и все, и привет. Где тут интеллектуальная деятельность? Нету. Да, поэтому, вот, например, факт, да, это вот такая конструкция, которая определяется, да, я вам пишу там в письмах, да, это вот когда вы смотрите во всех нарративах, да, вот что, например, этот скандал значит для А. Он же вам расскажет, там целую вы приведет реконструкцию. Он для Б расскажет, там будет А, С. А эти что про это думают, да? Вы видите в куче нарративов, вот этих вот развернутых, да, вы видите, что происходит на самом деле. Можете ли вы определить, что происходит? Сказать, а на самом деле произошло то-то и то-то. Нет, вы все равно создадите какой-то нарратив и включите в какую-то игру, да? Возможно, в какой-то момент это будет правильно сделать. Но только в тот момент, когда у вас уже сложится вся конструкция, и вы будете знать, что вам делать. До тех пор, пока вы не знаете, что вам делать, вам нужно эти факты продолжать собирать в пространство, потому что, когда у вас наберется куча, ну, определенное количество фактов, вы можете увидеть их отношение. Вот базовое отношение элементарных фактов будет, что идеей, да? Я вам говорю, в чем идея, да? Вы же не можете сказать, что идея вот в факте, да? Вы можете сказать, что идея есть в отношении неких фактов, да? Вот они вот так вот у вас легли, и у вас есть с этим идея, да? И вы можете сказать, они ложатся вот так вот, да? Значит, дальше, после того, как у вас появилась идея, то есть вот давайте я схематически нарисую эту билиберду. Только вы знаете, что я схематически. Вот это типа факт, да? Значит, соответственно, вы его разворачиваете, вы накладываете разные рамки. Вот обычно он представлен там типа, ой, ладно. Это зеленый. Значит, обычно факт у вас идет в одном, да? То есть там он синий факт в синем нарративе. Вот. Вы его раскладываете во всей этой конструкции, да? И получаете вот эту штуку. Нету черную. Вот такую штуку получаете. Вот такую. Да? Дальше вы получаете несколько таких как бы фактов, развернутых в разных нарративах, и смотрите на эту конфигурацию. Их отношения с друг с другом. И после этого вы понимаете, и у вас возникает некая идея, да? Что такое идея? Идея – это смысл того, что происходит, вами ухваченный, но еще не сформулированный в виде какой-то встроенной конструкции. У вас как бы есть вот соображение, вот что мозг вас дурит, например. Вы в курсе? Да? Вот. Но звучит так себе, да? Вот. Как-то слабоватенько, да? Вы пойдете и скажете кому-то, чего вы там учились? Ну, мы учились, наш мозг дурит нас. Неуважение, все. Значит, да, но вы можете сказать, да? И это было у вас на четвертом занятии, у кого-то будет на четвертом. Или что, уже не было, не будет, не будет, не знаю. Да, вот. Когда я вам говорю, что вот смотрите, вот есть английская королева, да? Это способ объяснить, как сознание нас дурит, да? Вы помните, на красной таблетке, да? Что у нас мозг принимает решение, эксперименты Либитта, потом институт Макса Планка, там и так далее. Мозг принимает решение, потом сознание об этом узнает. Дурит? Дурит. Но уже, понимаете, сколько у вас получилось контекста во всем этом ходить. И вы таким образом, вот эта идея, которая у вас была, что мозг вас дурит, она обретает такое количество всяких разных содержательных, содержательных дополнений, которые позволяют вам это дурит из просто вот ненужной констатации никому, потому что что вам делать? Сказать, а, значит, английская королева, так, а давайте попробуем посмотреть, там, условно говоря, в каким образом люди принимают решение в зависимости от влияния каких-то там факторов. И у вас, может быть, получится. Поэтому, когда вы берете некую идею, да, вот видите, мы факт разворачивали в разных контекстах, в разных нарративах, да, потом мы взяли несколько фактов, и у нас собралась конфигурация из фактов, которые мы определили как некую идею, мы нечто увидели в реальности, уже, как бы, так сказать, как отношение фактов друг с другом. И дальше мы эту идею рассматриваем в разных уже теоретических пластах, понимаете? Мы берем, что мы знаем, потому что очень важно создавать картотеку знаний. Но картотека знаний – это не то, что вы знаете, как в справочнике. Вот это вот, да? Картотека знаний – это когда у вас существуют модели разных аспектов реальности, которые позволяют вам в этих реальностях ориентироваться, да? Значит, соответственно, вот вы возьмите, например, любое производство, любое предприятие. Там же есть куча всяких разных отдельных моделей, да? Есть модель, там вот, условно, на производстве кто есть? Есть, например, экономисты, бухгалтеры, и все, да? У них своя модель того, что происходит. Да? Самое главное – не встречать финансовую службу там с каким-нибудь креативом, я вам скажу. Это всегда плохо заканчивается для всех участников марлезонского балета. Ну, вот. Есть, условно говоря, те, кто там генерят какие-то идеи, там, как бы сказать, как бы это. Это у них другая модель реальности. Они вообще существуют, там, условно говоря, там, я не знаю, в рынке, в производстве чего-то, там, и так далее. А есть безопасник. У него того же самого объекта есть интеллектуальная модель. Улавливайте. А есть, условно говоря, условно говоря, какой-нибудь технолог, которого своя модель. А есть айтишник, который все это зацифровал, это все, и включил в диджитал, и сказал, что скоро всех уволят, и останется один. Потому что его все достали, они ходят и шумят. Вот. Значит, соответственно, у него своя модель, свое видение, да? Дальше, и все они живут, они думают, что они вообще ходят на одну работу, да? Ну, а каждый ходит на свою работу. И дальше вот все ходят на одну работу, каждый имеет свое видение этой работы, и это разные модели одного и того же. Улавливайте. И если у вас есть возможность взять вот идею того, что происходит на этой работе, и увидеть ее через каждую из этих моделей призм, то вы будете знать, что вам, как бы сказать, как руководителю, я не знаю, там или как бизнесмен, ну или как кому угодно, что вам нужно сделать для того, чтобы это двигалось, и все элементы ситуации были довольны.